ПЛИЦ ФМ Весело и задорно, шумно и с юмором. Вчерашние школьники, нынешние первокурсники или просто перваки, уже успевшие немного погрызть гранит высшей науки, посвящаются студенты. Почему вы выбрали данный факультет? Я выбрал данный факультет, потому что по складу ума я гуманитарий и хотелось бы защищать наших граждан Российской Федерации от беззакония. Что ожидаете от ближайших четырех лет обучения? Ожидаю интересных предметов, интересных преподавателей, большого количества мероприятий и, конечно же, хороших и массовых знаний. Я поступил в данный институт, потому что получение высшего образования для меня является некоторой ступенью в карьерном росте. Я закончил медицинский колледж, а сейчас получаю высшее образование. Что ожидаете от ближайших нескольких лет обучения? Ну, активной учебы, получение новых знаний, активной студенческой жизни. Захотел туда пойти сам. То, что изучать музыку, мне нравится, потому что музыка, я увлекаюсь с детства музыкой. И решил поступить на данный факультет. Ожидаю плотной учебы, хороших друзей и хорошее общение с педагогами. Я поступила именно на историко-филологический факультет, направление журналистика, так как это моя мечта с детства. Во-первых, я очень люблю общаться. А журналистика дает возможность постоянно развиваться, совершенствоваться. Это знакомство с новыми людьми. Это постоянное движение вперед. От ближайших четырех лет обучения я ожидаю хороших знаний, интересных преподавателей. Я ожидаю только всего самого наилучшего, положительных эмоций. И, конечно, набраться опыта. И прийти работать на Регион 12. В этот будничный вечер в Ежкаролинской 30-ке яблоку негде было упасть. Абсолютно нашлаг, которому позавидовали бы заезжие гости, тут неспроста. Это праздник, ни много ни мало, для тысячи молодых людей и девушек, которые отныне могут называть себя студентами классического университета. Прественные речи ректора Михаила Швецова и большой концерт, подготовленный дружной командой Марийского госуниверситета. На этой сцене сегодня весь свет творческой молодежи классического вуза. Танцевальные и вокальные номера, театральные сценки и миниатюры. По прошествии времени многие из нынешних перваков тоже покажут свои творческие задатки. Конечно, свободное от учебы время. Номера перемежались видеоинсталляциями, на которых старшекурсники разных факультетов и институтов Маргу в шутливой форме приветствовали первокурсников. Детство закончилось! Этот праздник, как и многие другие торжества в университете, имеет свои давние традиции. Вручение символов знаний и умений от наставников-старшекурсников. Знакомство с творчеством студенческих коллективов всех факультетов и институтов. Всего же в этом году на первые курсы Маргу поступили около тысячи студентов. Впереди у них несколько лет учебы, свобода и самостоятельность и, конечно, тот незабываемый период жизни, который называется студенчество. 80% работы, конечно, это серьезная работа в области науки, в области обучения, в области воспитания. Но такие яркие моменты, как 1 сентября, как выпускные, как посвящение студенты, это такие вспышки в жизни, которые дают огромное количество позитива, огромное количество энергии и дают новый заряд для нас, сотрудников университета, работников университета, проживающего состава, новый заряд бодрости и молодости. И когда смотришь на молодежь, на красивую молодежь, на умную молодежь, хочется работать в 100 раз лучше, сильнее, быстрее, чтобы создавать все условия, чтобы молодежь оставалась именно в Республике Морел, поступала в наши вузы, и чтобы бабушки и дедушки видели своих внуков каждые выходные, а не раз в полгода, когда молодые люди уезжают жить, работать за пределы Республики. Поэтому мы никого не можем заставить у нас учиться, мы можем создать условия, при которых люди сердцем выберут именно наши вузы, в частности, Морийский государственный университет. Вот такой посыл, к сердцу, к сердцу, мы делаем для каждого студента Морийского государственного университета. «Золотая осень» на Пульс Радио. «Золотая осень» на Пульс Радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова